Собака-пастух Ольга, откуда у вас известная любительница австралийских овчарок в нашем городе появился Командор? Австралийские овчарки собаки далеко не сторожевые, поэтому, чтобы охранять и их в частности тоже, я задумалась об охранной собаке. А так как я любитель эксклюзива, появился Командор. Венгры считают, что Командор – это плод большой чистой любви овцы и волка. Овца в Командоре проявляется по отношению к членам семьи, а волк – к чужим людям, пытающимся как-то проникнуть на их территорию. Аретта у меня приехала из Казани, из питомника Доминус Кордис, повелитель сердца. Таковым она и является, она завоевала сердца всех моих знакомых, все ее обожают, все ее любят. У нее очень хороший характер. Она не будет вот так просто на улице бросаться на прохожих. Она прекрасно ладит с детьми, даже с незнакомыми, которые приходят ко мне в гости. Но если нас никого нет дома, то вряд ли кто-то зайдет. Как люди реагируют, когда вы выходите на улицу, и рядом с вами и Командор, и веселые весты? Все считают, что эта мама с детками вышла на прогулку. У меня часто люди на улице путают ее с овцой. Говорят, что я изверг, собаку не чешу, собаку не стригу, собаке жарко, да. Они даже не догадываются, что вся ценность этой породы именно в ее дредах. А вообще по России эта порода достаточно редкая. Все боятся брать, думая, что очень много вознес шерсть. Что вообще делают с шерстью этих собак? Вообще как-то ухаживают за ними надо? Ну что, совсем ничего? Совсем ничего. Люди к выведению этой породы не имеют никакого отношения. Эта собака создана самой природой. И шерсть у них создана специально для того, чтобы защищать от клыков, хищников, от перегрева, холода. У них шерсть не скатывается в дреды у самой кожи. Поэтому там очень хорошая вентиляция. Там кожа спокойно дышит. Защищает именно длина дреда. До какой длины они могут дорасти? До бесконечности. То есть они растут всю жизнь. Если собака выставочная, то чем длиннее дреды, тем лучше экземпляр. Ведь щенки командора, они рождаются абсолютно прямошерстными. Они рождаются обычными щенками. Где-то в неделю у них немножко вьющаяся шерсть становится. Дело в том, что собака эта, в принципе, она линяет. Но шерсть не отпадывает на пол, а закручивается на оставшуюся шерсть. И поэтому дреды увеличиваются с каждым годом. Шерсти дома от них нет. Если и отвалилась дредина, то целая дредина. А она может отвалиться? Может. Их не причесывают, не стригут, не... Моют крайне редко. Ну, я мою только перед выставками. Сейчас закончился у нее выставочный сезон, поэтому мою я ее два раза в год всего. Я ее просто замачиваю в ванной с шампунями. И она лежит? Она лежит. Потом я ее промываю специальными шампунями, бальзамами, и сохнет она два дня. Как-то можно ускорить этот процесс? Компрессоры подключить или не стоит? Компрессоры не справляются с шерстью, потому что у них дреды, в принципе, сваливаются в войлок, как валенок. Собака быстрее высохнет, если будет целый день находиться вот на солнце с ветром. Если, например, командора заводить в загородном доме, эта собака в любом случае на свободном выгуле? Естественно. Потому что любой ошейник, любая шлейка будет портить шерсть, дреды уже под всем этим не нарастут, но и кожа будет не защищена, а для командоров это очень опасно. Командор не пищевик? Нет. Она, в принципе, не требует к себе никакого особого ухода или содержания, или кормления. Что вообще для счастья-то командора надо? Простор и поля типа пастбищ? Командоры очень любят гулять. Им действительно нужны просторы, движения. Но все-таки больше всего они любят внимание человека. То есть они человекоориентированы абсолютно. Да. Я так понимаю, брали вы ее на охрану, а живет она у вас, наверное, на диване. Да. Живет она на диване с вестами и с кошкой. Вообще нет никаких конфликтов? Конфликты есть в любой стае. Вожак, естественно, она. Если она не доедает свою пищу, она к своей миске не подпустит никого. Но все в остальном мир и дружка. Да. У Ареты, конечно, бывает иногда приступ ревности, и она просто оттесняет вестов от меня головой. Вообще командор – это собака-фермера. На ферме всегда очень много разной живности. Командор в принципе не имеет права их трогать, потому что это члены стаи, которые командор защищает. Расскажите нам про характер своей Ареты. Какая она у вас? Арета очень ласковая. Если про нее не вспоминают хотя бы час, она подойдет, начнет тыкаться в тебя носом, задевать тебя лапой, погладить ее. Что она вот такая вот вся красивая, она вся такая самая-самая замечательная собака на свете. Но когда смотришь на нее, думаешь, да, ты же действительно самая замечательная собака на свете. На мой взгляд, не зря командоров называют королями венгерских овчарок. Это замечательные собаки с уникальной внешностью. Это все новости из жизни домашних животных на сегодня. Ну и помните, конечно, если друзья и знакомые говорят о ваших питомцах, чтоб я так жил, значит, вы настоящий и любящий хозяин. Ареточка, держи тебе венок. Ты красавица венгерская, тебе очень идет. Арета, тебя можно рассматривать как прям музейный экспонат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова